Равнинки 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 У каждого из нас есть в жизни путь, к которому мы идём, и жизнь наша как дорога. И двигаемся мы по-разному. И вот из этих разных дорог есть одна, я так понимаю, которая связана со следами предков. Двигаться по следам дедушки, двигаться по следам бабушки. То есть оставили они нам что? То, что оставили, как это можно сохранить, как это можно приумножить, и надо ли нам это? Потому что сегодня по-другому смотрят на мир и увидеть что-то, что ценного было в прошлом, что-то, что нам было бы необходимо, а что нам необходимо. Вот, наверное, отсюда и надо двинуться к истоку. Сегодня, когда культура и люди, многие, да и все, наверное, переживают этот самый кризис идентичности, то стремление к истокам, к какому-то центру стабильности, оно, наверное, это необходимо человеку. Значит, в основе традиции донских казаков лежит некий состязательный принцип. Это, конечно, философская рефлексия, то есть увидеть состязательность в основе горской культуры адыгов, увидит состязательность в основе рыцарской культуры европейской или же в основе античной культуры, агональность так называемая. Но неожиданно мы это наблюдаем у генерала Краснова, который пишет о том, что в основе военного поведения казаков, донских казаков, является их состязательность между самими собой. Более того, это состязательность между человеком, вырастает состязательность между станицами, где больше героев. То есть вот здесь, наверное, находится то, о чем писал когда-то Проценко, что это есть индивидуальный коллективизм. То есть в донском казаке сосредоточены две черты такие. Он и индивид, и индивид, он и коллективист. То есть он свои действия рассчитывает ради коллектива. И в то же время он всегда помнит о том, что это его доблесть, его слава, его добыча. Если обратиться к картине мира донских казаков, то вот эта самая гональность, она ведь, или состязательность, находится практически в основе культурного ландшафта дикого поля. Само понятие дикое поле, которое использовали и польские источники, и московские, оно связано с тем, что это пространство пограничное, не обжитое с точки зрения Польши и Москвы. На дону это пространство называлось старым полем, как об этом в письмах своих писал Булавин. Старое поле, за которое необходимо было отдать жизнь, он прозывал у запорожцев это сделать. Состязательность творит это поле. Состязательность, понимаемая как борьба, борьба за выживание. Состязательность, в основе которой находится мужество. Я сейчас говорю о философских таких вещах, потому что на самом деле здесь нужно подойти к основной идее, потому что картину мира просто рассказать о том, что в основе донской картины мира – это мировое древо, которое находится на камне Алатыр, или же это на высоком кургане, это не совсем правильно. Практически все мировоззренческие такие вещи мы наблюдаем в фольклорных текстах. И здесь в основе все начинается с борьбы, со спора. Спора сокола и коня, сокола и орла, которые находятся возле мирового древа. Скажем, сокол сидит в ветвях дерева, конь стоит внизу, у корней его, и они между собой спорят, кто из них быстрее доскачет, добежит, и конь выигрывает, проигрывает сокол. Это уже значение самого коня для этой территории. Конь вообще является сакральным животным, священным животным для казаков. И здесь действительно можно говорить о культе коня у казаков. Но есть такой интересный момент, что когда мы говорим такие слова, как культ коня, когда мы говорим о сакральных, о символических вещах в самой культуре, это естественно не осмысливалось именно так. Здесь сакральное воспринималось как живое, реальное. То есть оно было на самом деле вот таким чудесным, обладающим каким-то свойством. Это которая прудная, которую мы замылили. Которая тупая. А что за... Подкидывай уже вот такой огромный. Мировое древо, которое в свое время предложил топоров использовать для обозначения такой культурной универсалии, можно видеть не только в дубе, как мы иногда это делаем. Вот стоит древо с чудесными ветвями, с верхушечкой позолоченной. Его, наверное, можно видеть, даже не наверное, его можно видеть в изображениях, в образах птицы и волка, птицы и коня. То есть существ, которые задают какую-то симметрию, вертикаль мира. Интересные сюжеты о дереве, которое перевернуто, вверх корнями растет. Здесь тоже есть любопытные вещи, потому что почему перевернулось древо? Или же это зеркальное отображение другого древа, и растет оно вершиной вниз. Здесь очень много таких вещей, которые можно интерпретировать по-разному. Вот в связи с этим вспоминается сюжет, который нашел археолог Гордин на изразце. Есть там птицы и волки, птицы, сидящие на хвостах волка. Интерпретация может быть и довольно любопытная, и может быть и оригинальная, вот такого характера. Значит, птица. Мы знаем, что само оружие, вот холодное оружие, шашка, не имеет значения, сабля, но вот шашка передо мной. Значит, гусек, спинка, брюшка, клюв. То есть перед нами птица. Птица, которая на хвосте шашки, часть называемая хвост. Здесь мы часто знаем, ну это, конечно, не булат, значит, изображается клеймо волка, бегущего. То есть интерпретация того, что это может быть изображено оружием, как птица, сидящая на хвосте волка. И с другой стороны, сама шашка или само оружие, холодное оружие, оно вбирает в себя элементы мирового дирио, что и делает его сакральным предметом во всей культуре донского казачества. Более того, в культуре донских казаков этот сакральный предмет обладает функциями, связанными с плодородиями, репродуктивными функциями, охранными функциями. Поэтому оно используется в рождении, в обрядах рождения казака. Для того, чтобы родился мальчик, там оружие под кровать, на стенку рядом. Для того, чтобы, когда он входит в возраст мальчика, ему посвящение на коня садят, на него надевают оружие, шашечку, кинжал за пояс. Когда он возмужает, ему дарят шашку. Он входит в возраст. Когда он погибает, то шашка прибивается на крышку гроба. То есть, практически, оружие сопровождает как элемент сакральный, в то же время как элемент, символизирующий мировое древо, сопровождая казака на протяжении всей жизни. Музыка 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 Оружие давай! Оружие давай! Оружие давай! Оружие давай! Оружие давай! Оружие давай! Все, давай, казак! Расти, большая, становись казаком! Это уже казак! Люба казаку! Люба казака! Серьезный какой! Все, спасибо! Владение оружием зачастую тоже обросло различными легендами, мифами в нашей культуре. Очень много повествуется о том, что есть чудесный удар, разрубающий человека пополам. В основном это, в общем, все, что может сделать оружие, это чудесный удар. Нанести такой удар, которым можно убить противника с одного раза. Но с другой стороны, здесь технически мощный удар, конечно, это связано с конструкцией самого клинка. Но освоить оружие, стихию оружия в казачьей культуре, это связано с тем, чтобы... Постепенно, наверное, поэтапно охватить саму идею состязательности, если можно так сказать. Плевчонка. Приятного аппетита! Нечdayно! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот так, вот так Добавил DimaTorzok 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 человеком к самой ситуации к ситуации вот этого виртуального пространства и пространство игры игры образами символами различных культур различных народов и это все порождает может быть действительно шизо анализ современной культуры а Естественно, этническое самосознание оставалось и остается по сей день в казаках. Тех, кто жил, чьи дедушки, бабушки сумели это слово передать. При переписи писались многие русскими, но при этом знали о том, что они казаки. Бабушка так и наставляла. Пишись русским, потому что нельзя было. Известны случаи, когда... Собственно, мужская культура поэтому казаков не изучалась, потому что она была под негласным запретом. А вот что касается сегодняшнего положения дел, то сегодняшнее казачество, наверное, действительно обладает признаками симулякра. То есть такого положения, под которым нет онтологического, наверное, начала, то есть нет реальных корней. Здесь субкультура это еще полбеды. Существуют, правильно, симулякры. То есть такие явления, которые пытаются использовать, имитировать... Имитировать существование чего бы то ни было. Они, хуже того, они используют символику нашей культуры. Смыслы даже, смысловые какие-то вещи, они пытаются, и на основе этого выстраивается какой-то маленький мерок. Причем совершенно не отвечающий адекватности в силу того, что они используют эти символы неправильно, не с той смысловой нагрузкой, как они были в культуре традиционной. Ну, например, вот эти всевозможные казачьи спасы. Вот чего не было, того не было. Ну, это модно. Вообще, слово сегодняшнее, слово казак, это очень модно, особенно в боевых искусствах. Модный бренд. Они на этом зарабатывают деньги. И, естественно, почти все вот эти русские школы, они же не дистанцируются от казаков. Они говорят, что наше все в основе лежит, от казаков произошло. Это мне голландцы рассказывали там прочее. То есть, сюда человек из Голландии приехал, чтобы только узнать, это действительно так? Как это? Потому что ему там это рассказывали. То есть, на самом деле, вот эти люди, они просто паразитируют на казачьей культуре. Так мало того, что они паразитируют, они ее еще и дискредитируют. Выдумывая какие-то несуществующие вещи, они ее просто дискредитируют. Да, там, вот эти все, ну, мое больное место, люди с медалями, да, которые ходят. В обществе создается ощущение, что это просто какие-то, кто такие казаки? Да, это смешные такие ребята, которые бирюльки друг к другу вешают и ходят по улице. Вот, собственно говоря. От этого вред большой. Ну, да, для существования традиций, да, это еще и вредно. Потому что они существуют, определенные связи, люди вокруг них группируются, определенные ресурсы задействованы. И поэтому здесь вопрос такой. Как мы их терпим? О, ровненько. Ой, на равнинке, на долинке Ой, дубочек сырой стоял Не-не-не-не-не-не-не-не А не там, вот без вор уже О, ровненько. Ай-не-не-не-не-не-не-не-не-не Ай-не-не-не-не-не Ай-не-не-не-не Да-не-еся- educate you Ой, звор ужасный, звор ужасный Он сильный ветер, он подул Да, вот бы вверх корня Ой, дом, дубочек мой, дубочек не вернул Ой, вверх корнями, вверх корнями Ой, дубочек мой, вперед Субтитры создавал DimaTorzok 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 А мы вперед же, как вообще-то Делегация мотались Мы как слютка, она говорит Ну давай, мать, так уж она мне нравится У ней мотив какой-то вот жалобный Говорит, давай мы ее Ну сыграем, приду Николай Ну, кричала в хуторе Я говорю, а кому я тут у балки буду кричать? Кротам, что ли? Конечно, людям, эхо, говорю, несется А потом наутро встречаешь Ой, мы сидели и плакали Сколько вы песен поперепели Да как вы ладите? А она ж приезжая, а я с нею нету У меня тут и так ума была На горе жила Так мы с пупля этой песней У ней голос шикарный И у брата его было И вот трое как сядем Как дадим у них на приступ Да мы, говорит, ехали с раздор над доном Я говорю, да вы же не знаете Вы знаете, что хорошо по воде летить? А это правда Так по воздуху нет А вот на воде слово от слова И она говорит Ну чего, повернемся на дон свой родный Я говорю, да так уж он нам надоел этот дон Она, а что будешь делать, наша родина? Уж ты удаль моя, удаль Удаль молодецкая Не сгубила меня удаль А сгубил я сам себя Некому помогать Ну и что, все что ли? Ну куплет хотя бы Ну это куплет Полюбил я ту девчонку Черные брови у нее Черные брови лицом бела Ох, красавица была Я хотел на ней жениться Не позволил отец-мать С той поры и с той досады Стал я водку пить гулять Пил неделю, пил другое Пил я целый круглый год Отец видит дело плохо Записал меня во флот Прослужил я Три годочка Стал по родине скучать Повернул коня налево Край родимый поскакал А, Леон, а кулачные бои были в хуторе здесь? Были Когда отрались на Масленицу? На Масленицу На прощенный день Приходили уж прощаться с синяками Глаза вот такие Лица синие, черные Такие фиолетовые Отходят У кого туда повернуты У кого зубов нет А где, в каком месте бои были здесь? На Талтуго там Над церковью На Майдане там, да? Да, вот и декам пличка Храм этот Ольга Ивановна, а кулачные бои были только на кулачках бились? На кулачках или боролись еще? Не боролись? Вы не помните? Боролись на поясах За пояса Да, казаки же были в синие Красные пояса Ширина Три это Четверки Ширина Пояса А уж длинная И Михайловну Вы же знаете Учитель Тоже как-то было И ко мне приходила И к ней я Ходила Она плакала Никто, говорит Ко мне не ходит Никаких песен Я пою песни одна И вспоминаю тебе Сколько ты нас Понаучила песен Я говорю А вы же старинных Не знаете Какой отец мой пел Голос у него был И вот он Рассказашка Эту фуражку Казацкую Старинно Это соколыш Амарту Аколыш То такой Картуз Тоже с матерья Да там это Вот это Вот бумаги Напхатые А это Корабловый Черный И вот он Оденец Волос у него Курчавый И он Чуть на голову А тут Волос Кругом лица Курчавый Не можно А он Говорит Ну Заплакал Правда Дождь Запоминай Последний раз Песню Спаю я вам И больше Никогда Вы меня Не увидите Я вас Я как песни Пою Так плачу Людька Не буду петь Ты плачешь Я говорю Людьмила Ну как я не буду Плакать Я говорю Своего отца Я вспоминаю Круг со времечком Горя Промцветца Горя Счастья Со времечком Пролетит За времечком Мое Пролетит Ой Горя Счастья Горя Счастья Со времечком Пролетит Ай Ей 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 Ай А вот В казачьей среде Существует выражение Привязать коня А что значит Привязать коня Привязать коня Означает Завершить свой жизненный путь Связано ли это Ну я ученый Я не могу Сейчас Это То что я сказал Это гипотеза Увязать коня Привязать коня Привязать коня Коня И образ коня В мифопоэтическом сознании Образ коня Который находится Провязан У корней мирового древа Кстати тоже любопытно Это конь Обычно Нехтоническое существо Там волк должен быть А здесь конь находится У корней древа Что любопытно Оставить коня А потом дальше Мы знаем Что в ветвях Этого древа Сидит птица Сокол Орел И в народных В народе Есть такое выражение Приодевшись перьями То есть Приодевшись перьями Уходят По батыевой дороге Души Умерших Или погибших В образе птицы Кстати в станице Мечутинской Погиб там отец Говорят Ну вон гляди Птичка Пролетела Это ж Наведывали Ну это известный Образ Славянский Образ О том что Да не только Славянский О том что Души умерших Превращаются В птиц Ну а дальше Становище Становище Как Жилище Небесные станицы Вот тот самый Образ Который обыгрывается В стихах поэтов Иммигрантов Часто встречается Там Небесные станицы Сотня Которая Стережет Райскую дорогу Райская дорога Листо широкая Листо широкая Заходите в тенечек Ну как Как мы Говорят Дерево То есть Это Речка Это Практически Древо То есть Это Корни И Это Ветви Все говорят И везде Так Написано Это Не моя Выдумка Я Не Придумал Видно До А мы Только То что Осталось Нам Понимаем Наверное А они Наверное Были Более Ближе К этому Всему Вот Наверное Такой Смысл Я не знаю И они Что-то Понимали В этом Какой-то Смысл Ясно Что мы Ушли Наверное Наше Поколение Мы 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 Уходим Не Ближе К Тем Знаниям Которые Свои Природы Которые Мы Уходим Наоборот Все дальше Мы Теряем По всей Виде Не Уходим Вот Это Я Так Понимаю Один из образов грела Это Мельница Не только Не ручная А ветряная Хотя Это тоже Входим Небесного Нижнего Среднего Нижнего Это Традиционно Как застроение Плюс Элементы Растительного Орнамента Симулизирующие Древо У них был Именно Колотник Кладбищенский 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 На самом деле Он стоял В районе Кладбищенский Спасибо Субтитры подогнали Симон. 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 Насыпал, а мне же, любой пацан этот, ага, вот вначале говорить, вот детники же так вот говорят, вот казаки, там, чеченцев, скабардинцев, там, а он говорит, хуиньцев, там, все, детники же, знаешь, все же тут, свое. Ага, ну, а как, блядь, откуда казаки, а он говорит, скамышол, скамышол казаки, все сидят молчать, как скамышол, а он говорит, были и в Египте, были эти, воины, их забыл, терять, я бы напомню это, и вот одни были коренные, а другие были наемные, и вот они между собой раскандалили, вот, и эти ушли, ушли они, те египетские, безженные, да, а эти с женами своими и пополшли. Хиризиран, потом на телек, посмотрели телек, нам это не нравится, на Кубани опустились, а тоже не нравится, на дом опустили, как гляну, а там сазан глядить на них, понимаете, ага, ага, а они давай его туда, поймали же его, сожрали, да, он же вкусный, да, и те казаки остановились, вон первый, из камыша вышел, как же их, или забыл название, вот, сейчас вот, теленшин, вот, ну, значит, он первый вышел, с мешом, да, что кавказская, кривая еще тогда, это тут у России был вместе, ага, на горбу сын был, вперед, а сзади выходит жена, с женой бегит, девочкой, мальчик, и следом идет лошадь, лошади идут, и на полосках, знаешь, делали к лошадям полоски, вот, вот все это сюда притянули они, вот они оттуда, а не от тех, каков-то вы показываете, да вот, ты знаешь, там же женщин, чё ты говорить, мандища здесь, женщин, их пришло, может, тысяч 20-15 пришло, вот, и с женами своими, конечно, у казаков были потери, и большие у казаков потери были, ты же знаешь, вот, у головы крутится, не скажу, оно же по этому и называется у них, и казак получилось, я никак не скажу мне, вот, ага, вот, вот, и оттуда казаков три раза развивали, вот, второй Петр кинулся, первый я не знаю, что-то не понял я, кто на них кинулся, вот, но они победили, с потерями, но они победили, и не было такой, ну, чтоб казаков уже громили совсем, казаки побеждали, ну, с потерями, ты понимаешь, и сейчас у нас получилось, нас разбили, мы с потерями, огромнейшими потерями потери, да, огромнейшая нас, ну, казаки остались, и все вылазить с камышом, ты понимаешь, и вот, сейчас, и сейчас нам дуют, вверх, казаков нет, в ложь не верьте, в ложь не верьте, это неправда, была переписка, та, мобилизация, что казакову должно быть мобилизация, это ЧК все сделало, оказывается, первая мобилизация, 2 миллиона 800 тысяч, это первой, первой группы, второй группы, второй набор, второй группы, это по ходу, 1 миллион 800 тысяч, а третья уже, как она, штурмовая мобилизация, больше, больше 3 миллионов, ты понимаешь, так что не верить, никому не надо, что нас, если сигнал удаст, только надо быть готовым к ним, не быть паникюрами, и вот, и ты не должен, ты должен знать, вокруг тебя, кто с тобою, помощники, твои личные помощники, ты понимаешь, и крест тогда не прячь, ты понял? «И же Христос, Субтитры подогнали Симон. 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 в место, где происходит открытие Бога перед человеком. Здесь напрягаются его внутренние силы. Вот та внутренняя борьба, внутренняя война, которая происходит в самом человеке, она неожиданно получает свое продолжение во внешнем проявлении. То есть враг внутренний сливается с врагом внешне. Мы узнали все, что победы не будет. Понял? Это наш полк все узнал. Ишли в бои только умереть. Отношение к смерти какое было? Ну, если только ишли. Если идем, Гришка, если меня ранит, добей. Если Ванька, если ранит, добей. Вот друг другу так, понимаешь? Вот такие были. Что у нас единственное у казаков? Это вера. Господа Бога. Мы с Богом. Немцы шли, с нами Бог. Ты понял? Откуда же все знали, что Бог с ними? Интересно, что «Живой мир» задается по Старочаркасскому собору. Изображениями, картинами, точнее, Ветхого Завета и Нового Завета. Вся история тогда человечества и история казачества будет укладываться в единую канву, которую задает религиозный текст. Ну, если деды наши, наверное, читали его прямо и не задумывались о том, а сколько там гипотез, а какие они, они воспринимали его прямо и непосредственно, то сегодня мы уже, позабыв об основных символах этих текстов, требуем себе интерпретаторов, чтобы нам кто-то объяснял, а как его понимать, этот текст. Субтитры создавал DimaTorzok Мы представляем, конечно, это очень условно, но мы решили назвать эту часть фильма, опять же условное название, храм. Храм, который, на наш взгляд, наиболее полно отражает картину мира, картину миропредставлений казака. Это становится интересным, потому что, естественно, храм сам по себе является Библией для неграмотных еще со средневековья, и должен был отражать всю историю, священную историю строения мира. Там есть все, что должен быть человек делать, на какие образцы он должен равняться, чего он должен опасаться. То есть, вот храм в этом отношении несет нагрузку построения человеческой личности. То есть, взрастить в себе древо познания добра и зла, противостоять каиновому племени. Вот, наверное, основные какие-то элементы, которые может нам задать храм. Но мы исходим из других представлений несколько. Сам мир в этом смысле будет представлять собой храм. Небо представляет собой горний мир, где находится рай, где Божий престол, ангелы, где небесные станицы. Мы представляем, что в мире живом, людском, человеческом, где протекала история священная и история казачьего народа, как продолжение этой священной истории, в котором задаются основные критерии и предсказывается будущее этого народа. Мы полагаем, что третьим элементом вертикального строения этого мира будут являться мир подземный. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Крест, проросший крест, часто изображают на Голгофе, которая символизирует землю. Земля тоже является священным символом для казаков. Это не только символ, это то, что кормит, то, что поет наравне с доном. Земля – это пресуд Господень. Земля – это то, что, собственно, и делает нас людьми. Если у нас ее нет, то тогда какой же мы народ? За землю надо сражаться. За землю надо... Ну, собственно, в землю мы и косьми ляжем когда-то. Это тоже представление, которое существовало в народной культуре казаков, что мы на этой земле странники. Мы из земли пришли и в землю уйдем. А когда меня со школы вызвали и узнали, что я сын белого офицера, и что отец и мать и брат и ста расстреляны у меня, тогда меня начали признавать, пацаны, играть со мной начали, начали атом, а больше пользовался я от своей матери. Она меня неродная также, мне в тюрьме же, из тюрьмы передали меня. Но она меня воспитывала в духе белого движения. Ты понимаешь, казахи, что от нас царь такой, атоман такой, что нам ничего никаких подлецов, зараз, кацапов никаких нам не надо. Нам надо только, чтобы атоман был, наш Кривянский. А что они, те деды, говорили вообще? Откуда мы пошли, казаки вообще? Откуда мы взялись вообще? Да, они про это и не говорили. Не говорили. Говорили, что мы вольницы и все. Нам никто. Почему нас стреляли-то? Потому что мы вольные были. Вольные всех. То есть мы вольный народ. Да, мы вольный народ. Мы никому. Ну, у нас, если взять старину, да, у нас в Москве посольство было. От этого все и пришли. Царь принимал казаков как посланников. Другого государства. Другого государства. Ему отводилось все что? И еда, и это, и посольское все. Вот от этого и плясать можно. То есть этим все сказано? Да. Что мы вольный народ, самобытный. И мы к царю посланники, послы. Вот отношение. Это старинное отношение. Священная битва, которая происходит где-то в начале народостановления, является точкой отсчета новой истории. И после каждого такого сражения, это не новые люди. Это продолжение истории, но этап. Этап. Вот между Азовским осадным сидением до восстания Кондрата Булавина происходит период, который является, ну, наверное, первым таким событием, когда казаки заявили о себе как о народе. И выразителем этого заявления был Степан Тимофеевич Разин. Образ Степана Тимофеевича Разина довольно интересен в изушных проданиях, фольклорных источниках. Этот образ сливается часто в песнях с образом Ермака Тимофеевича. И является, ну, наравне с ним, таким вот прообразом Демиорга, творца окружающего мира. Особенно в тех местах, где разворачивались события, связанные с историей Степана Тимофеевича Разина. Что дает право говорить это? Вот как раз те фигуры воспоминания, которые разбросаны в ландшафте, в памяти человеческой, они увязываются такими личностями историческими, уже полулегендарными или даже полумифическими личностями. Ну, вспомним народные представления, а почему у Ужа ушки желтые на голове? Потому что его когда-то Ермак взял двумя пальцами за голову. Вот остались следы. То же самое ковш, который Степан Разин забросил на небо, превратился в тот самый ковш, который мы называем созвездие Большой Медведицы. 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 Большой Медведи. Но она вот сейчас ушла вон туда, в Яр И мы искали, так и не можем найти Поэтому мы просто написали Камень этот будет и там высечем Потом там разина И все, всем казакам, а там кто как хочет, понимает Но главное, мы его любви уважаем Чтим по сей день И народ его любит, и это важно И все, а остальные нас не касаются Его юность, детство проходило Вот здесь, на этом месте Вот вдали, вот там есть Кагальницкий городок называется Где он там и находился И после того, как его ранили, он там скрывался Будем говорить так Его там охраняли, чтобы доступа не было Ну вот, ну, к сожалению, предали Так что эти места для Степана Развино родные А тем более для нас, хуторян Станишников, это вдвойне Важно и почетно Так что вот так, дорогие Мы чтим и помним Нашего героя То привыщ не было О, иё, привыщ, о, иё О, ким жа Было да прий И курига А-а-а-е-я А-а-а-ни Было да прий Субтитры создавал DimaTorzok 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 разин, они практически синонимичны. То есть, говорить о разине и не подразумевать под этим волю, причем такую волю бескрайнюю, свободную, не имеющую границ, ну, то есть, та воля, которая валит, которая создает, творит, вот, наверное, привлекательность, одна из привлекательностей этого образа для народной памяти. А как вообще относились казаки, вот те деды, с которыми вы общались, вообще к холодному оружию? Как они к нему? Что это было для них вообще, вот, по жизни? По жизни это вот, как государственный герб, так и это, так и они. В детстве, ну, Маштаковы жили там, ну, и мы дружили. Да, вон и сейчас один этот есть, Иван Нефедович, Маштаков Константинович живет. И разговоры шли, что начали сдавать, вот, советская власть, надо изолировать вот, все оружие. Ну, и потихоньку, потихоньку и там закопали, и вот только вот позапрошлый год. А я знал, ну, не именно я знал, что она закопала, а я слышал из разговоров, что над колодьем, где набираешь воды, внизу зарыта сабля. Ну, ну, халатно, нужно было как-то собраться и хозяин Сашка этот, Маштаковый, Иван Маштаковый, и я, и взять и копануть, да? Ну, никто не отважился на это, а потом начали. Остановись, Саша. Копать, а тут брылок алюминиевый и дарственная сабля. Так, ну, еще же вот это копатели-то нашли, молодежь, не соображай ничего, и порубили, и сдали на это. На металл. Понимаешь ли, глупости какие сейчас в современном мире. Вот такие глупости, что это. Вот такие пироги. Такое отношение пренебрежительное к оружию, да? Да, к оружию, вот сейчас. Оружие для казака, это... Это все, это герб, я тебе сказал, это герб, государственный герб, оружие. Для тех казаков. Для нас это мы уже тоже и не казаки. Мы это... Кто? Да я даже и не скажу, кто, а... Отходы, что ли, человечество. Мы отходы. У нас же... Ты понимаешь, что нет? Что сейчас у нас? Земля, крест, земля и сабля. Это три вещи должно быть у казака дома. Хоть с дерева сделай, а пускай она висит. Шашка. Да. Ты понимаешь... Отношение к шашке такое? Это духовное такое, ты понимаешь, воинственное, духовное такое, это... Ну, крепость семьи. Ты понимаешь, что нет? Она же у этого... У моего отца была, да? Так ты знаешь, она... Хрен его знает, когда она сделала. Понял, нет? Вот. И почему? Он же всю войну прошел, всю войну прорубил немцев, да? Всю время, да? До самого конца. Вот. Потом, прижи этой... Этих, херонных пополоскали, да? Вот. Она-то не меньше стала, ни короче, ни эта. Вот в чем дело. Значит, она отворена духом. То есть, отношение к шашке, к земле и... Крест, шашка, земля. Да. Это закон Божий. Хороший. Перед рукой. Массейн. Ред Az Iz Stuff Khanna Мища Минька Мийка Милок Продолжение следует... Продолжение следует...